ну что ж доброго времени суток дорогие друзья с вами по-прежнему в по шаду и мы на третьей карте противостояния в пределах плей-оффа 17 сезона star ladder amateur лиги где у нас встречаются новый спорт за радио ты команда making you mad за дэр в бан отправляются батрайдер вивер тимбер шадул демон визаж лордар сларк и outworld devour а в пиках кому у кого вы его ёшкин пока он не кого мы видим я уже заговариваешь на ночь глядя дезераптор луна и клок для новый спорт эти персонажи очень неплохо себя проявляли на предыдущей карте правда мы здесь два разных коллектива ну и making you mad берут мирану и винтер виверну интересная конечно комбинация однако вопрос почему виверна потому что пока что какой-то у меня к этому пику много вопросов пикаете виверна и мирана первыми двумя пиками мирана может случайно свой starfall дается ганимана и под ульту виверна просто потому что будет пробегать рядом и потратит свои заряды и тогда будет меньше дэмэджа в общем можно запороть при этом вообще этот персонаж такой немножко нестабильная одна ошибка и можно драку проиграть просто потому что у вас в пике виверна в драке что она может вот этого персонажа я очень ждал очень ждал на каких-то достаточно серьезных играх и я буду очень пристально наблюдать за этим персонажем аркворден и слава те ей за то что мы его увидим венга также приобретается у нас новый спортсмой это усиление для луны также у нас морфлинг для да ладно морфлинг и аркворден в одном пике а это интересно два лютых сплит пушера до прикольно ладно что тут ласт пиками тогда остается если мирану поставят в корду номера ну скорее всего поставит нужен какой-то либо сэвище саппорт либо может быть ровней щи земелька кстати неплохо смотрится хотя вопрос кто будет в меню новый спортсм в свою очередь новый спортсмужен мидер какой-то который поддержит уши при этом будет в начале достаточно активный инвокер желательно не брать слишком долго формид шторм был бы интересным вариантом то еще может улететь дк в принципе может интересно зайти но его тут рассказать от арка морфлинг не вариант думаем дальше квапа пак в принципе вариант скопа мне очень нравится купила гоним и торг ворона можно будет попробовать от отпушивать ультами если он будет играть через книжку а если не через книжку руками в таком случае у нас бренка сможет уходить и пак тоже вот эти два персонажа в мид мне очень нравится кто еще кто еще выслас водится мира на саппорт окей мэй кирилл мэтт какой-то очень своеобразный пик взяли джаггер в мир но в принципе тоже сможет уходить хотя бы от арквордена постоит ним плюс-минус более-менее конечно в плане сражения условно один-на-один или где-то в драке у джаггера будут проблемы просто за счет того что дополнительных целей будет куча ладно ставится но с паузой будем по тиху представлять коллективы новый спорс брокс играет на вечер холл спирит века на дизрап 3 фарфлайн на луни 73 играет на клокверке новый спорт их оппонент мэй кеню мэтт представлены тег вы создавает мэйн дармбом играет на винтер виверне коронами ранее я суги на наркорда не и хакер на морфлинге команда ну две минуты это далай который мы обязаны ставить больше меньше нам запрещают почему-то хотя на мой взгляд самый оптимальный дала это 3-5 минут но это лично мое мнение и меня никто не спрашивает что-то как-то они странно ладно что-то пауза у нас пока затягивается ладненько 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 что у нас тут ладно в чатике ничего интересного за исключением того что тут про меню раньше заходила мир в принципе на высоких рейтингах и на каких-то турнирах наверное один из самых редких гостей просто потому что этот персонаж в драке практически бесполезен с другой страны сейчас он более сбалансирован для пабов и это радует потому что раньше мы раз играешь саппорта синтри не покупают самому приходится что-то покупает какой-то быстрый гем условно на 12 минуте а к 12 минуте 1000 золота это достаточно приличная сумма в общем сейчас хоть гем не столь нужен и при этом нету стана вот этого шестисекундного просто который может стоять за условным каким-то деревом а в остальном в принципе да это тоже суицид у него сейчас интересный во-первых он более полезен в траке а во-вторых сейчас можно как-то пытаться с ним что-то комбинировать и сбить его можно и суициднуться им достаточно сложно сейчас такие пироги ланенько возвращаемся в игру джаги у нас естественно идет умеет луна фармить венга будет прикрывать луну скорее всего ну и дезераптор тоже вопрос что по топу а на топе будет стоять клок неверно неверно может вылететь из когов это плюс попытка подцепить кого-то другого ну не знаю она тоже может выпрыгнуть блок а легких фрагов не будет касается драки за руны вряд ли она будет тесно что клок тут может попробовать как-то отжать но мне кажется если он тут долго задержится его и символ могут немножко забрать по драк за руны не будет собственно чего мы и ожидали ну что же решающая карта тоже пройдет дальше мейкинг мэтт или все-таки новый спорт оба коллектива играют достаточно серьезно на первой карте правда что-то как-то нового под расслабились на 2 собрались вытащили карту и собственно ждем ждем развития событий пики интересные но местами достаточно странные интересно как сильно вот этот секунду что почему арк на топе мира нами это саппорт аркварден что серьезно я ну понятно что этот аркварден будет на четвертой позиции будет копить золотишко на то чтобы приобрести себе мидасик потом будет усердно пармиться мидасиком какие-то слоты причем судя потому что он саппорт будет выходить в книжку интересно но я ожидал все-таки арка в мире хотя исходя из последних изменений он конечно сейчас не такая имба ладно что у нас тут рано в миде будет у джаггера не особо большие проблемы можно тут быть по крайней мере пока мирана не приобретет себя какой-то слот на серьезный дэмэдж может вызвать какие-то тогда да тогда будет неприятно а пока в принципе потерпит воет у нас тут тоже более менее себя спокойно чувствовать должен по крайней мере какое-то время так что это даже не знаю где будут большие проблемы воида будут ну и клок наверное вот за двумя хардлайнерами придется следить кто первый умрет мир она не должна умирать но джаггер попав по сути тоже опять пассивное начало ну что поделаешь все-таки хочется видеть ром персонажей почаще насчет кстати белая тут когда-то поднимался вопрос типа почему две минуты три минуты почему плюс минус так у нас будет вам нельзя был найден ночью вардет спалили вопрос хватит ли дэмэджа нет он просто уходит еще один вардец нету выйду в принципе повезло по поводу тыла и опять как считается считается что двух минут достаточно для того чтобы вард отстояла свое основное время что он даст нужную инфу в определенном какому-то в определенной области и скорее всего если на этом варде будет какая-то драка в пределах ближайших двух минут его потом снесут вот примерно в таком ключе скажем так условно считается конечно тут есть некоторая разница к тому же варды не сразу стример условно показывает там да на мини карту если постоянно палить можно и сразу вардец увидеть но опять таки вернемся к тому факту что как только варда замечается до варда еще надо дойти это практически минута времени не говоря уже о том что там варду же скоро пропадать будет так что все в принципе так а еще твич задержка твич сам дает белый если я правильно помню то он в районе 15 секунд но все-таки это дополнительное время так что такие пироги в общем особо в этом какого-то профита не с одной стороны две лишних минуты вард стоять не будет это такое считается что двух минут достаточно ладненько что у нас по крепстатам луна морф идут первым первом месте в миде более-менее ровно идут джаггер эмирана хардлайнеры по 84 крипов в общем опять у нас все достаточно ровно никакого экшена у нас не планируется в пределах ближайшего времени если только не вылезет арк не даст замедло и каким-то образом не заберут влага он просто делает тп ну да станах нету и морф далеко я он и без адаптив страйк просто тп сбить нечем если в клока идет а так как вот просто тп шипца так 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 луна себя сразу приобретает морбит маску интересно будет брать мамочку это в принципе уже более-менее стандартная ситуация а еще кстати интересную ситуацию я видел когда луна у нас ходила в мид это тоже было интересное решение это луна опять-таки собирается спал дэмэдж и пополам спал дэмэдж в урон с руки в таком случае она покупает себе аганин берет себе вот тут вот бим дэмэдж и просто бегает и разносит всех ультимейт а если с ультимейт от противник не умирает она врубает бкб мамы просто бьет рукой дэмэджа не так много как если кто закупался конечно статы и прочее но тем не менее это дополнительный дэмэдж это дополнительная джор это возможно сформить леса у нас аркварден подставлять получает кучу спалов и умирает пб для луны что он тут забыл что-то аркварден потерялся на карте но топе фраги написать не могут в мид выходишь тут джаггер с кручением приходишь на бот так у тебя хп не так много чтобы пережить банальный глиб сандерболт стан и бим даже если просто посчитать 225 венга 400 секунду 400 хп у арквардена вообще в принципе 800 а там еще сандерболты и под бафами руками наеливать тяжко тяжко арквардену придется по игре не знаю где ему брать это золото где брать экспу для того чтобы а подсоформить и быть полезным серьезно я не представляю венга тут вылазит станчик мира номера на если получит грим снят с первого уровня не получится на гримс и кукверк тем временем просто фармит имеет опять-таки тпшку если какая-то атака в него пойдет то просто тпшница морфлинг все также не качнул адаптив чтобы это дело предотвращать хотя по-хорошему на третьем уровне качается адаптив можно убивать кулака по кулдауну он надеется на тпшку ты просто сбиваешь тп и забираешь руками ну ладно не хотят что мне поделать луна тем временем фармит морф армит все формат этот один несчастный фраг на 7 минут прошу заметить что опять таки не делаются стаки опаньки подловили на гримс у нас воида и он умирает это клипса отлично сыграна дидратора просто отлично после таймволка она 2 фраг 2 фрагу не помог оба шло не достались да действительно оба достались но не при этом пушится творочек конечно вот тут сразу не спушит но тем не менее почти плохо потерял за один заход будет выход в птшку нет сразу бриган ланс без поток окей будет видимо сразу выходить статы и не париться хотя птшка дает атак спид можно переключить ее на практически 200 хп так а у нас тут подцепили дезраптор но он нашел руну хосты поэтому саппорт аркван аркварден не самый лучший вариант стоял бы он в миде это было бы интересно блин саму ли тут у нас кого-то опять таки арквардена чего ради непонятно вот опять таки за счет вот этого варда был вижу на него чисто теоретически аркварден должен был понимать что его видно может быть только за счет варда и на этих условий своим тиммейтом половину вардов реально просто палят при каких-то атак если наблюдать за этим будет пятый уровень до сих пор так что купола никакого не будет это врачах достается у нас луня так мы крепстаты уже не интересно но и вот она 5000 на творчество луны на 10 минут вот это круто о появились какие-никакие стаки это по-хорошему венга просто своими плевками могла стаки делать без особых проблем в девятой минуте тут обязанным было бы 3-4 стака этот 3-4 стака луна бы тут просто золото подняла огромное количество не знаю почему вот после патча 7 0 практически все забили на стаке серьезно раньше стакали постоянно либо просто стакали либо стакали с пулами сейчас не пулят места как-то называется хотя на самом деле не особо то это дело не изменилось если грамотно делать то есть первый стак делается на пирожи минус то есть саппорт один идет гонять оппонента просто для того чтобы отогнать от первой пачки крипов ладно сейчас вот тут ничего интересного вот условно берем взялась оба саппорта заходят вот сюда отгоняют оппонента просто отгоняют на 40 условно 7 8 секунде один саппорт смещается сюда отпуливает на 50 на 53 делается так одновременно второй саппорт возможно способностью возможно сам отойдет чуть-чуть пораньше сделается так маленького бенга четко перемудрили у нас ладно наверно никуда перемудрил на что секунду уже потратил арктик дурн ну ладно в общем если делается оба стака на первой минуте то вот за счет вот этих двух кампов можно следующие две минуты убивать всех крипов абсолютно первая пачка крипов которые приходят у умрет ли да просто хватило дэмэджи с руки луни круто ну ладно вернемся как так 9 уровень на 10 она возьмет либо головы либо так у нас тут попытка атаки на луну купол поставится как же он подловил перед ультой еще и ру прилетает только вон это просто как же во время поставил купол будет так а тем временем на топе возможно так вернемся к нашим двум кампам если то даже тут то же самое этот камп спокойно пулится и стакается на 53 секунде вот сюда но этот на 55 улицу для стака но потом собственно отводится любая пачка крипов которые приходят на двойной камп даже вот сюда умирает если повезет на хороших крипов тот об одну пачку мелких крипов об две пачки на крипов можно убить до трех кемпов до трех волны крипов с линей так нашли у нас без раптора и ничего не что же говорить про больших крипов если там какие-нибудь курсы спавнятся то они сами просто клапами поубивают этих крипов и не дадут никаких шансов такие пироги но при этом почему-то все забивают на это не знаю почему может быть считают что сейчас это работает хуже чем раньше может считают что это делать неудобно просто не знаю чем чем это сопровождается у нас джаггер отъехал ладно отъехал видимо где-то ошибся диздраптор полетает на мед будет пытаться дефать сюда же прилетает венга ставится статик шторм на морфу морф теряет огромное количество хп станчик прилетает хукшот так отъехал морф правда тут страдает у нас клок клок должен отъезжать еще по паре ударов да клок отъехал ну и в принципе все наверное ванны слишком мало всех осталось скупка вот слишком ровно размер чтобы про него чем хотя там pxp я лишних 600 золотых дародианты отхватили что по артефактам венга выходит в медалька медалька уже в принципе готова ну диздраптор сакай ну на момчик dragonlance тут никуда тут он джиг герналт приобрел себе доминатор не понял надо будет подумать лог себе по-прежнему приобретают blade mail сразу же в принципе правильно почему бы и нет поиска свой это выходит во влад мир тоже в принципе с классический вариант уверены большие проблемы по суппортингу но опять таки потому что арк выходит в минусами даст рано потихоньку своему огонь уйдет у арка уже есть в бэкпаке рецептик что на руках 230 золотых морфу линку так а у нас проблемы небольшим луны луна потеряла пол хп нет луна тут умерла я свапают но хотя хороший хилен ворд нет все таки starfall приговаривает этого персонажа и грим сует арк арк должен играть но он закупил себе медасу час окей ну и пуш сейчас пойдет принципе конечно с одним дополнительным крипчиком а секунду там 8 хапориген аура еще аура 4 сатирует уже 12 хапориген уже даже крипы хилятся неплохо и без хилен варда в принципе герои восстанавливаются серьезно пусть чисто ради ауры есть смысл брать этот артефакт атак спид дает глимсанули миран мирана прыгнула однако сандр болты дает вижен еще и янга свапает до свидания будет а ты тут какими судьбами прыжок не сладно жить будет вен нет маны дизраптора безуманных подцепил у нас виверну и судя по всему дизраптор тут отъедет без шансов просто хотел тут мальчики боженька и пусть а он живет его спасают просто огромным хилом и успела сюда команду прийти и собственно хилили спасли поубивали неплохо сыгранным очень даже неплохо остался один внешний товар а у это луна дела идут получше что еще интересного появилось так джаггер яша уходят у луны уже есть яша дизраптор купил себе перчатки неужели не даже что за моды нами даться на всех персонажах я не просто не понимают серьезно дизраптор надо вот сдайте до десятого уровня врубить гпм и не париться вообще насчет своих спы все просто тихой сапы будет получать себе золото а дальше сапортишь себе вордишки покупаешь и чем проблем ладно луна 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 так новый крипчик на этот раз на атак спит тут 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 ну на топе товар щас уграду без шансов по моему дефать его даже особо смысла нету аркварден со своими даться не боец будет будет сейчас получит конечно владимир но опять таки с одним владимиром драться сложно просто мгновенно умирает да ладно нах игра он окей это может быть интересно дастся линии принципе хиленборд потратили еще постоит секунд 8 даже 15 окей тогда товар отъедет вопрос по баракам луна бить бараки бараки страдают бараки страдают очень серьезно плокер влетает ну ладно окей виверна отъехала ульту потратила никуда байбек естественно нету джаггер ультанул джаггер мирану мирану даже лифт поражал слишком пользы на глимса нулевое давое доцепляют в статик шторм он стоит еще и в статик хилде нет все-таки статик хилда вышел или его все-таки когами вытолкнул вот не совсем понятно но тут уже заход на вторую сторону и судя по всему это остановить не получится два лайна потерять хотя арк подставил немножко своим филдом если пошли замедлили джаггера джаггер может отъехать воида отправили далеко и надолго джаггер джаггер все-таки умирает луна разультилась убивают морфлинга также ульта забирает по сути нет не забирает живет тут интер виверна да и отхилился шрайна минус мирана а луна просто забила на все это дело решила что там шрайхи чё я буду сражаться под этим делом с ним с вами лишний барак выходит получила эру да она отсюда не уйдет да она потеряет аегу еще раз убьют без шансов отсюда уйти на секундочку практически двух лайнов нету да ладно луна еще и тут возможно фраг напишет нет не напишет двух лайнов нету по сути рейнджов барак это не аргумент рейнджов барак там два крепочка погрызут погрызут уже уже проблема ой странно хочу странно на такой минуте у луны вон бкб я шамом драгональдс ничего странного ним бы кого конечно только что появилось но сам факт даже просто драгональдс я шамом при саппорте команды без особых проблем с наш целой так ну что же будет ли у нас попытка забрать трошек и сейчас а потом зайти на последний лайн или все таки попробует сразу на храпом заскочить и реализовать бкб ху сейчас увидим у пупу пупу мирана имеет огонь в луну жизнь бкб просто одна кнопка 10 секунд счастья и минус бараки для этого товар надо снести это конечно мелочи но все таки тут тут происходит ладно все таки будет заход сразу на хай граунд в принципе почему бы нет что у нас еще интересного есть владмир венжи спирит а вот это круто так у нас ульта арка прошло ярко внутри верно пошла венгу венгу забрали на кого лег дебаф а дебаф же лег ну естественно интервиверну эру попадает в джаггера джаггеру все равно в принципе зайти на хай граунд уже нет так приятно диздраптор ты пашется но видимо все уходят отсюда сейчас джаггер отходят луна отходит молодь шаду провязан в никуда морфлик он просто скрип скипел ясно понятно так у нас тут возможно по цепи джаггера до оставится хрома сфера рома нужно удается подбаваться паркова джаггер не успевает разлетится однако луна всего очередь разультилась забирают у нас тут интервиверну глимп сует воида воида нужно забирать но он делает даггера вот никуда ну собственно арк тп шнулся вопрос чтоб помирание мирана пытается монсити дано отсюда тоже то прошло ну сомнительная такая драка честно говоря да конечно цепляли джаггера джаггера забрали ответ на фраг хоть какой-то но луна потратила 10 секунд на бакабарате это ради того чтобы забрать саппорта глимс по морфу морф улетел с волны вы поцепить его второй раз уже нечем да и вижены нету нет они тут не зайдут сейчас нужно идти заформить луне нужен man поставил и забранный рожан после этого можно луне не боясь заходить на хайграунд и без особых проблем просто стоять и кушать ловить в своей еге все сплы какие только можно подняться сояги врубить бкб кушать дальше и не париться что-то как-то они не решаются поступить луна заходят на хайграунд пытается пушить ставится филда арк вордона собственно пушить уже не получается просто форсанули внутрь у нас джаггера джаггер отъехал практически после этого глимером венга также не умирает в гульте винтер верно чего не скажешь про вайда также отъезжает у нас морф байбак сразу от морфа практически мгновенно луну сейчас будут добирать не хватает урона да ладно и джаггер там распрыгался умирает практически верно вверну все-таки докрутят нет она выживает да ладно венгу тут подстанет забирают и верно попытался подзамедлить у нас клака ну и что получается куча способностей завязано бкб еще минус секунда а вот у нас как же нехорошо подставилась луна минус 2 просто из-за того что поставили спина рад джаггер возможно отъедет невозможно он отъехал помним любим и скорбим все дела минус 4 но вам не надо так подвиживать ну блин серьезно они могли отойти они могли отойти вместо этого не поставили вард развернули мирана просто прыгнула пыталась добить саппорта при этом умер и саппорт или майнкаре они могли пойти под фармин забрать рошика потому что они в тимфайте посильнее будут если условно поставить сюда варнец текстурами не видно тут ставится вард или тут или тут или тут хотя он хреново дает вижу вот в этой области но все таки вот 44 ворда которые могут очень помочь в заходе на рошана плюс центре потому как там все-таки мирана вы без проблем забирается рошика или же получаете информацию о том как они будут как оппонент заходит за счет этого можно построить стратегию атаки и в принципе у них все шансы подраться когда они имеют полную информацию о драке серьезно вот сейчас просто потому что у них не было мирана просто потому что вот тут не было варда на забегающий мирана они подставились много центре тут стоит ну ладно вот он поставили вордец наконец-то кто аж так подставляется там все таки новый спортс по моему слили очередную драку дизраптор до поставил ультуру заултилась луна луна пытается драться но на ней стоит филд хотя на нем слух луна до свидания венгат ехала еще от в интервью верный джаггер закрутился посреди драки умер потому что дэмэджа вносит руки гораздо больше отъезжают также клок они отдали гем минус 5 сим вайпе исполнения от мейки не умеет отданы джаггер зачем ну вы один раз зашли на хайграунд поняли что у вас проблемы с этим но отойдите пофармите не надо так суицидится в последнюю сторону зайдите пофармите нужные вам артефакты там он там может какой-то дополнительный бкб у джаггеру купить бкб и вдвоем пушить без проблем забрать рошика получить дополнительное золото аегис идти пушить как кому-то одному джаггеру или луне просто пойти разменять а его в кучу способностей или хотя бы в хп у тавра ну серьезно это будет легко ну ладно может нелегко но все-таки это будет хоть какая-то хоть какое-то преимущество еще до драки будет отпрыгнул получит часто на пленге глимс вот это неплохой опыт рак что по байбеку вы до угоя до байбека нету еще куча золота можно заходить вот сейчас можно заходить вы да нету 40 секунд срочно просто вот вот так вот луна встречает пачку крипов забирает ее на принципе будет заход наружка не наружка на хиграунд 20 секунд у них примерно будет на все про все даже меньше 15 плюс пока он добежит это еще секунд 57 если 100 пашки если ногами может больше так фил потрачен сейчас можно джаггеру заводить иллюзии или вот и кручением заходить добили тавр это на самом деле неправильное действие в одного джаггера ульт виверна локер вылетает вроде бы неплохо правда в одну иллюзию морфлинга конечно там же подцепил но вы да так что у лайк шаду нету у всего виверны нету но резнуться воет поэтому сейчас лучше от этим забить на все и отойти арк в принципе за счет своего клона может очень люто сливить бараки и это придется учитывать суицидится в бараке нельзя ни в коем случае а сколько там 5 секунд даже больше 11 секунд серьезно купол по двоим свап от венге трое теперь уже там до свидания джаггер хотя луна вроде неплохо прорезала бкб но умирает джаггер разультируется пытается добить морфа но не получается отъезжает лок отъезжает венга и деньги сбить тп сбить тп чем-нибудь ничем не собьют и клок отсюда тоже летать очередные минус 3 даже не покоцали провязали кучу бкб куча способностей ну серьезно ну соберитесь снова но не можете вы сейчас зайти из пушить этот барак в конце концов крысу можно сыграть попробовать завязать драку где-то на топе а условная луна будет пушить но серьезно надо что-то придумать но не получается просто зайти в лоб снести не получается давайте просто посмотрим что произошло с нетворцами графиками луна по-прежнему на первом месте хотя преимущество всего лишь три тысячи перед мираной четыре тысячи перед морфом джаггер там вообще в дебрях скребется хотя конечно не очень-то и сильно отстает от морфинга всего на полторы тысячи чуть больше что по графикам по графикам абсолютно все преимущество новый спортс отдали своему оппоненту а по xp они даже проигрывают 15 при 15 к морф просто увидел что харрик ворбен снес огромное количество хп венгель для пилы монлайт шаду ничего окей на рошеки теперь драка будет если будет возможно опять-таки в пользу мэйкин юмать ну серьезно так преимущество глупо отдать но окей луна пушит в таком случае все должны сейчас пойти суицидится в этого рошана просто для того чтобы протянуть время и не дать ты пошли совсем у арка т.п. есть морфлинг ст.п. я даже не знаю кого стоит первую очередь надо сбивать т.п. арк т.п. что все бараки сейчас уж не получится чтобы пушить луни бараки нужно стоять вот луна это понимает судя по всему хотя про юзала бкб тянула кучу т.п. умрет тут на ручка должны забирать ее союжники хотя бы рошан рошан для джаггера это нужно в таком случае джаггер может идти суицидится в арк курса виверна летает она не особо то чем-то она профитно была она хотя бы попыталась ну что очередная попытка новый спорт будет зайти на и граунд но сейчас просто джаггер должен идти вперед это там уже такие слоты посмотрим будет будет приобретать себя судя по всему маил стром виверна глимер кейп даггер умирана уже имеет бкб вот это круто ну и даггер естественно арк вордан будет выходить сразу в хекс после форстафа вот этот арк вордан мне очень симпатизирует несмотря на то что ставили его на суппорт позицию начал он неважно если он соберет хекс он в соло может перевернуть эту игру серьезно морфлинг имеет узорил блэйд линк в общем слоты уже достаточно серьезные у всех ну и собственно нового влад мир вот что появилось венге одна клока у дезраптора появился даггер да он может как-то ворваться поинтересней и набрать ивануться луна пытается приобрести себе force как-то спорстав есть юрикен пайк уже не за горами хотя в принципе на рецепт хватает на кура уже заявлено вернемся к артефактам джаггер пытается себе приобрести диффузел блэйд статы замедло круто все-таки секунду два владимира нова это как вот это понятно нужен еще пайп по-хорошему венга свапнула миром она на даггере отлетают пытаются ну нехороший ульт от в интервью верной очень плохой влет от кулака до свидания клок до свидания венга дезраптор поставил блюту новый спорт половины ультов промазали но при этом все равно умудрились практически выиграть замес если отсюда не уйдет чем и рано то замес можно считать потеряли хардлейнера однако джаггер сносится в оранжевый барак окей джаггер удало ехо луна пыталась запустить у лун нету бкб но с другой стороны чат-трестница джаггер есть манта можно попробовать запустить просто засту и тянутся ну и в принципе пока это смотрится достаточно удачно и глиф как же нехорошо но луна просто лагеря гугл и вами забирают у нас что морфа практически отъезжает у нас арк нет это мега крип и новый спорт все-таки выигрывают по моему эту карту дефать мега крипов пока некому арк ворда на нету маил шторма войда этот мою шторм есть у одного войда хотя милана может одну сторону даже они еще я думаю по сражаются не очень удачно подрались вроде купол отличный был видимо как-то не очень хорошо на рано потому что уже в купол не было тут 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 у и 3 как ну там достаточно очевидные значения на самом деле драки у нас несколько однобокие поэтому там ничего интересного так не знаю насколько удачно не буду доход с мега крипов сейчас серьезно что нужно парк ворда на мил шторм по сути морфу скорее всего мил шторм или хотя бы джор но он будет приобретать себе бкб в таком случае основной фарм будет у морфлинга номера ну посмотрите что с воином творится ой мало 1 мил шторма мало 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 нем Quick it's all see jelly давайте посмотрим что стало с графиками новый спорт просто за последнюю драку отыграли 5000 но это конечно учитываем борояки которые принесли почти по 500 золотых на лицо это уже без проблемных месяцев и морф подвстрял получают кукшот пытается перекачаться и улетает с наклоном окей молоча да про юзин пытаются венгу опять убить через ульту виверна но что-то как-то она слишком плотно а у нее сарки от ее био 1 дизрактор ну понятно случае да она не умрет интер виверна по итогу ульту просадила в никуда сейчас единственное что может помочь это хороший купол от фейта свайдан как больно войду когда вообще как всем больно вы посмотрите что делает просто луна своими боевами провязала ульту будет отъехал отъезжает на рано отъезжают практически не верно и мы поздравляем команду новые sports они проходят в одну четвертую финалов этого плей-оффа и собственно будет интересно понаблюдать если бы они еще не хотели просто суицидится в нижнюю линию если бы они сразу задумались о том что нужно сначала подраться игра могла бы быть более короткой и как-то чуть более уверенно что ли закончится ладненько победители есть победители новые sports у нас проходят дальше с чем мы их и поздравляем подписываемся на социал очки на я с вами был в по шаду и до скорых встреч